Люди давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно. За свои покупки в интернете. Letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Всем привет, ребятки! Корпус Moto The Play будет выполнен из стекла и металла. В сети появились новые изображения смартфона Moto The Play, которые раскрывают новые особенности и дизайн новинки. Отличие от представленных ранее Moto The и Moto The Force, корпус Moto The Play будет не цельнометаллическим, а симбиозным металлического шасси сэндвича из стеклянных панелей. Расположение ключевых элементов на корпусе осталось прежним. Основная камера по-прежнему несколько выступает из корпуса. В нижней части задней панели разместилась площадка с коннекторами для подключения модулей. Кстати, одновременно с появлением фотографии Moto The Play, ресурс TechDroider опубликовал разъяснение того, как будут работать Moto Mods на примере камеры Hasselblad. По слухам, это будет первый официально представленный модуль с 10-кратным оптическим зумом, ксеноновой вспышкой и физическими кнопками для управления функциями. Камера будет поддерживать автоматический бэкап снимков, публикацию снимков в сети и работу с форматами RAW. Moto The Play должен получить процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 гигабайта оперативной памяти и батареи на 3500 мА. Вот такой вот у нас аппаратик интересный, с подключаемыми модулями, в общем будет прикольно. Это, конечно, я вот смотрю здесь по фоточкам и выглядит гораздо лучше, чем LG G5, намного лучше. Где, когда хочешь поменять модуль, приходится вытаскивать и батарею, и это, блин, ужасно напрягает. Так что, вот такие вот дела, ребятки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok